МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все дело в платформе. Как львовские чиновники умудрились закупить бушные трамваи, неприводные для городских улиц? И кто ответит за служебную халатность? Один военный погиб, еще один ранен. Сегодня боевики 10 раз открывали огонь по позициям военных, в том числе и с тяжелого вооружения. Неспокойно было в Золотом попасть на Инова Александровке. В районе Авдеевки и Мариуполя подробнее о ситуации нашего инкор. Ирина Баглай. Под такой стрельбой на фронте Ольга уже 4 года. Накануне за пулеметом пришлось подавлять огонь боевиков. Мы вчера устали цунки открывать. Ее родной дом в 2000 километрах от передовой на украинском Донбассе. Россиянка Ольга уехала из Челябинска, как только кремлевская пропаганда начала литься со всех экранов. А ее страна превратилась в страну обмана. Ей удалось противостоять пропаганде. Найти правду оказалось несложно. Сначала была аннексия Крыма, которая поставила под сомнение все происходящее. Потому что очень сильная была пропаганда. Но тот, кто хочет найти нормальную информацию, правильную, он всегда найдет. У меня есть друзья и здесь. И я им верю гораздо больше, чем телевизору. Поначалу девушка помогала как медик, потом встала за пулемет. Год назад Ольга получила украинское гражданство. Теперь она защищает с оружием Украину, которая стала ей второй родиной. Ничего сложного. Абсолютно надежная машинка. С хорошим креплением. На станке. Плюс прицельные приспособления, которые дают нам возможность достаточно четко работать. Войну, с которой Россия пришла в Украину, Ольга считает своей. И готова давать отпор. Говорит, главное не бояться. Если делать так вот, а мне не знаю, трястись руками, кипишевать, оно же быстрее не получится. Главное, не бояться. А это мы оставим на вечер. Мне 20 лет. 23 липня выполнился. На фронте уже больше лет. Закончил медическое училище и по своим желаниям пришел служить, захищать свою страну. Для Андрея война началась, когда он еще был несовершеннолетним студентом медколледжа. В последние недели все чаще медик в боевой готовности. С жгутами и аптечкой рядом с бойцами в окопах. Они последним часом, так сказать, обнаглели, что уже хоть в днем. Раньше было в вечере, там, после 8-9, как начало темнеть. Сейчас уже не соромнется, даже в днем нас обкидать минами. Под пулями парню приходилось не раз оказывать помощь. Боевики, видя медика, не прекращали огонь, а усиливали. Они подстреливают и даже, мне кажется, ожидают прибытия медика или машины, для того, чтобы нанести больше шкоды, чтобы больше. Потому что, если медика поранить, то кто будет дальше защищать, кто дальше будет, а хлопцев врятовать, вытягивать. И хотя на линию огня Андрей выходит без оружия, уверен, боевые товарищи прикроют. А дома ждут любящие люди. Ирина Боглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. Визит российского президента в Австрию – это частная поездка, и она не влияет на внешнюю политику страны. Об этом заявили в австрийском медиа. Напомню, местные журналисты раскритиковали главу ведомства Карин Кнайсел за то, что она пригласила Путина на свадьбу. Торжество состоялось сегодня в ресторане на юге Штирии. Из Австрии Путин поехал в Германию на встречу с Ангелой Меркель. Подробности узнаем у нашего корреспондента Татьяны Нологуновой. Она на прямой связи со студией. Таня, здравствуй, расскажу, начались ли переговоры и какие темы заявлены. Тебе слово. Да, Катя, встреча уже началась буквально полчаса назад, то есть с небольшим опозданием. И проходит она не в Берлине, а в часе езды от столицы Меркель принимает Путина в замке Мезеберг. Это загородная резиденция канцлера. И нужно сказать, что это первый рабочий визит российского президента за долгое время. Да, он бывал в Германии на саммитах Большой двадцатки и Нормандской четверки, но вот на двустороннюю встречу с канцлером в последний раз прилетал пять лет назад. Формат переговоров тоже необычный. Короткие заявления для прессы до и никаких после. Пресс-службы объясняют это так, дескать, беседа может затянуться надолго, и они не хотят заставлять журналистов ждать. Вот такое вот объяснение, хотя обычно это никого не смущает. Тем тоже много, только среди заявленных сторонами. Это ситуация на Донбассе и выполнение минских договоренностей, строительство газопровода «Северный поток-2», «Сирия» и «Иран». Тем для обсуждения много. Это и конфликт в Украине, и темы, которые продиктованы политикой Соединенных Штатов и международной обстановкой. Например, что будет с «Северным потоком-2» в свете возможных американских санкций, и как эти санкции повлияют на немецко-российские экономические отношения. Ангела Меркель заинтересована и в разговоре по Сирии. Что намерен предпринять Башар Асад? Смогут ли в ближайшее время беженцы вернуться в Сирию? Еще одна важная тема – Иран. Здесь у Германии и России схожие позиции. Они, в отличие от США, выступают за сохранение соглашений по ядерной программе. Ну вот как долго продлятся переговоры и чем они закончатся, пока можно только прогнозировать. Но сама Ангела Меркель накануне встречи сказала, что прорыва она не ждет, но надеется на конструктивный диалог. Катя? Тань, спасибо тебе за детали. Татьяна Лугунова была на связи со студией с последними новостями о встрече Путина и Меркель. Жуткая ДТП с украинским автобусом в Польше. Три человека погибли, 37 находятся в больницах. Туристы из Львова направлялись на экскурсию в Вену. Всего в салоне находилось 54 человека. Среди них были дети. На территории подкарпатского воеводства, в 40 километрах от Примышля, на крутом повороте автобус вылетел с дорожной полосы, скатился со склона и перевернулся. Три человека погибли на месте. Остальных отправили в местные больницы. По словам свидетелей, водитель превысил скорость. Мужчину уже задержали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. У пострадавших ранение разной степени тяжести. Всю ночь на месте продолжались спасательные работы. Из автобуса извлекли тела погибших. На этом месте часто случаются аварии. Там стоит символический крест, который автобус, падая, просто снес. Мы доставали автобус, который был на несколько метров ниже дорожного полотна. Это было непросто. Пришлось использовать дополнительное оборудование. Еще одно ДТП произошло в Тернопольской области. Им пострадали 10 пассажиров. Предварительной причиной аварии стал легковой автомобиль, который выехал на встречную полосу и влетел в микроавтобус. В результате удара маршрутка перевернулась и скатилась с дороги. Всех пострадавших доставили в больницу. Причиной аварии установит следствие. В деле Екатерины Гондюк появились новые фигуранты. Нацполиция задержала еще двух человек. Одного из них ранее объявляли в розыск. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он покупал серную кислоту. А вот роль второго задержанного следователям еще предстоит установить. Напомню, покушение на Екатерину Гондюк произошло в Херсоне 31 июля. Она до сих пор в больнице с серьезными ожогами. Стройка века. В Черкассах предприятие Минобороны уже 20 лет не может достроить многоэтажку для военных. Несколько лет назад строительство все же началось, но снова заглохло. Почему, знает Станислав Кухарчук. Сергей ведет на свою комнатушку на втором этаже бывшей армейской казармы. В 90-х воинская часть выделила временное жилье для военных, которое для многих стало единственным и постоянным. Семья Сергея ютится здесь на 16 квадратных метрах. И пока без перспектив. С 93-го року служу в цьому гарнизоне, не меняю его и стою на черзе. Что я в загальной, зараз стою как инвалид. Буквально в квартале от прогнившего барака новая десятиэтажка на 129 квартир. Министерство обороны начало ее строительство еще в 97-м году. Из-за нехватки финансов работы то замораживали, то возобновляли. В конце 2014-го, когда министерство выделило почти 20 миллионов гривен, появился шанс сдать дом в эксплуатацию. Значит, сделано там 99% сделано. Обе поклеенные газовые плиты, стоят газовые счетчики, все стоит, только сделать наладку. Первая очередь сдается, а тогда другая очередь. Но не сдали, а строительно-монтажное управление обанкротилось. Предприятие задолжало кредиторам около двух миллионов гривен. Еще более миллиона рабочим. Почти всех уволили без выходного пособия. Записали там нас в список. В чергу я другий, Сергей Николаевич третий. И вот когда будут гроши, тогда будем, тогда вам депетчим ему выплатить. Хотелось, чтобы продали. Продать ничего не дает министерство обороны. Почему СМО оказалось в таком плачевном состоянии, толком ответить никто не может. За последние несколько лет здесь поменялось три директора. Нынешний, узнав о нашем приезде, даже не ответил на звонок. Даже с другой попыткой директор не берет слуховку. Арбитражный управляющий строительно-монтажного управления уверен, попытка закончить строительство в 2014-м обернулась для предприятия крахом. Ведь именно тогда Минобороны заключило договор СМУ. Ну, забудовник приватный, он бы однозначно не погодился на эти умовы. А в данном случае, оскільки керівника державного підприємства Министерства обороны призначает Министерство обороны, керівник был вымушен, судячи за все, подписати данный договор. На запросы строителя о погашении долгов в квартирном управлении Минобороны отвечают. В связи с банкротством компании назначена ревизия. И по ее результатам будет принято решение. Так что, скорее всего, получить зарплату бывшие работники смогут лишь после ликвидации продажи имущества СМУ. А это может затянуться на годы, как и завершение строительства. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкассы. Успеть за две недели застройщики ринулись согласовывать в проектную документацию по старым нормам. С 1 сентября правила застройки в Украине кардинально изменятся. Подробности выяснял Данил Снисар. Дома-гиганты в несколько десятков этажей с сотнями квартир и тысячами жителей. И все это на одном квадратном километре. Для строительных компаний в Украине главное количество, а не качество. Впрочем, через две недели им придется работать по новым правилам. С 1 вересня это уже будет неможливо сделать. Потому что, если населенный пункт имеет население до 50 тысяч человек, то можно будет строить только дома до четырех поверхностей. Если 50-100 тысяч человек, то только 9 поверхностей. И уже для больших мест, для мегаполисов, высотность дома будет визначаться местобудительной документацией. Как вы понимаете, такое нововведение, оно, скорее всего, будет стосоваться примеськой зоны біля великих мест. Новые строительные нормы помогут предотвратить появление новых бетонных гетто, уверяют эксперты. Застройщиков обяжут увеличить количество парковок и зеленых зон около домов. Впрочем, главная проблема, кто будет контролировать застройщиков, осталась нерешенной. Все эти вещи, они, к сожалению, глубокому, носят вроде бы, ну, типа, декларации правильные, типа, европейские, но без изменения системы государственного регулирования, государственного контроля и без ответственности, жесточайшей ответственности должностных лиц за соблюдение вот этих и других норм. Это все будет пшик, мертворожденный ребенок. К глубокому сожалению. Нерешенной остается и еще одна проблема. Срок эксплуатации панельных многоэтажек и хрущевок, построенных в прошлом веке, уже истек. Постройки 60-х годов прошлого века скоро начнут разваливаться, говорят эксперты. Украина в год может построить 94 тысячи квартир. При этом нам 2 миллиона квартир, буквально в ближайшие 5-6 лет что-то с ними надо будет делать. То есть квартиры, которые будут находиться в домах, срок эксплуатации которых заканчивается. Никто не говорит о вот этой проблеме, которая, в общем-то, действительно может быть катастрофой. Когда чиновники начнут решать эти проблемы, вопрос риторический. Данил Смисер, Евгений Каминский, Максим Чеблин. Подробности, телеканал Интер. Прокуратура Львовской области заинтересовалась закупками Львовского гурсовета. Там, якобы, в целях экономии, как утверждают чиновники, приобрели бэушные трамваи более чем за миллион евро. Но кое в чем подчиненные львовского мэра Андрея Садового все же просчитались. В чем именно? Узнаем из материала наших корреспондентов. 30 использованных трамваев закупили в Берлине. Там перед продажей их капитально отремонтировали. Во Львове должны были заменить лишь систему приема тока и колесные пары. Ведь в Германии ширина рельсов больше. Но, как оказалось, распахнуть двери перед жителями города трамваи не смогут. На некоторых остановках их невозможно открыть. В прокуратуре Львовской области уже начали уголовное производство по факту служебной халатности. Под подозрением чиновники городского совета и Львов электротранса, кто именно, пока не уточняют, мол, идет расследование. Прозакупили 30 вживанных немецких трамваев. Иснуют порушения. Их технические характеристики не поведают в месте Львове линии и платформам зупинок. И проведение достового расследования, дорученного Главному управлению нацполиции Львовской области. 780 тысяч евро. Именно столько заплатили за трамваи. Еще полмиллиона придется потратить на переоборудование. Для львовского мэра сумма небольшая. Кроме того, не совсем подходящие трамваи выбрали сознательно в целях экономии. Все закупки согласовались с Европейским банком. То, что есть технические нюансы, так мы это знали наперед, то не была какая-то стаивница. Но ценность одного трамвая уникальна, потому что мы 30 купляем за ценой одного. Они все после капитального ремонта, с новой электроникой, и будут поживать набагато меньше электроэнергии. Местные активисты такую экономию называют растратой. Они посчитали, город мог бы сэкономить больше, если бы отремонтировал трамваи, которые уже есть в депо. За часы попереднего руководства, за 650 тысяч ремонтировали целый трамвай с заменой сиденья, веком и ремонтом этих висков. Сейчас мы вытрачаем 1 миллион суток на ремонт двух висков для одного трамвая. То есть без ремонта дворей, без ничего, это и суток миллион гривен, который предпочит в дала. Впрочем, применение берлинским трамваям все же нашли. Они будут курсировать на тех маршрутах, где нет остановок с высокими платформами. Если же дело о служебной халатности чиновников доведут до суда, то виновным грозит до 5 лет лишения свободы. Галина Якушки, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интерлевов. Израиль собирается увеличить оборонный бюджет. Зачем и за счет чего Иерусалим намерен повысить расходы на военных, расскажет Сергей Услендер. На заседании правительства случилась настоящая драма. Премьер потребовал немедленно увеличить оборонный бюджет почти на миллиард долларов в год. Для израильской экономики эта цифра звучит пугающе. Страна тратит на армию и безопасность примерно 6% своего волового национального продукта. Расходы на оборону были четко прописаны в бюджете, но, по мнению главы правительства, этих денег недостаточно. Страна столкнулась с новыми угрозами. На них надо реагировать, иначе выйдет гораздо дороже. В последние годы в регионе происходят драматические изменения, причем с пугающей скоростью. Я представил кабинету новую программу безопасности до 2030 года. Она требует увеличения оборонных расходов во всех сферах. Наша экономика сейчас сильна, как никогда, чтобы профинансировать эти расходы. Но Министерство финансов от этого плана не в восторге. Денег на его реализацию просто нет. Значит, нужно урезать другие расходы. Традиционно пострадают медицина, образование и социальная сфера. По мнению финансистов, развитие экономики происходило именно за счет того, что не росли расходы на оборону, а росли вливания в эту самую экономику. Но премьер уверяет, если не будем увеличивать траты на оборону, значит, пострадают не только врачи и учителя. В соответствии с новой программой должны быть резко увеличены расходы на кибербезопасность, на противоракетную оборону и защиту гражданского населения от ракетных обстрелов, а также на модернизацию боевой техники. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. Разборки в Одессе ЛГБТ-активисты провели в центре города ежегодный марш равенства. Все подробности расскажет Андрей Анастасов. Металлические ограждения по периметру и 800 полицейских на улицах. ЛГБТ-марш еще не начался. Его участники только подходят к Приморскому бульвару, а на них уже вовсю идет охота. Радикалы в камуфляже выдергивают из толпы ребят в яркой одежде. Нападавших тут же задержали за мелкое хулиганство. Оказалось, это гости из Ривны. Я сам верю. Мы уверены, что первый потоп в земле, это ученые, что довели, он был через ЛГБТ. Судом его море была спальня через ЛГБТ. Что будет, как на Украине мы допустим, вот это узаконить, вот эту гомодиктатуру? Это будет, ну, это Украина развалится. Тем временем полсотни ЛГБТ-активистов выстраиваются в колонну. Их цель – обратить внимание общества на дискриминацию представителей ЛГБТ. Наши семьи, наша тинись! Наши семьи, наша тинись! Это для меня очень важно, потому что у меня есть партнер. Мы живем вместе уже три года почти, и при этом мы юридически являемся друг другу никто. И вот мы именно хотим, чтобы мы были юридически закреплены как семья. Возле памятника Дюку-де-Ришелье участники акции встретились с оппонентами. Они проводили митинг за традиционные семейные ценности. Что вы хотите, работаете? Мы получили великий приклад того, что грех вводят в закон. За считанные минуты колонна достигает финальной точки шествия. Это площадь перед Одесской мэрией. В Украине грядет эпоха децентрализации. И для нас важно, чтобы местная обл. администрация брала на себя ответственность за реализацию прав человека для ЛГБТ. После завершения акции участников марша в сопровождении охраны увезли из центра города. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Сократить количество аптек и ограничить продажу лекарств без рецепта. Нардепы готовы пойти на такие кардинальные меры, чтобы защитить потребителей. Такие изменения хотят внести в законодательство. Всего в Украине около 22 тысяч аптек. Но если в больших городах их более чем достаточно, то в сельских районах не хватает. Ситуацию разбирались наши корреспонденты. Село Шпички, Киевская область. В этом здании находится аптека, которая обслуживает пять сел. Андрей Емельянович 82. В аптечный пункт он приходит каждую неделю. Мужчина вспоминает, в 90-е годы эту неприбыльную, но очень нужную для селян аптеку закрыли. И 15 лет люди были вынуждены ездить за лекарствами по бездорожью. Если ситуация опять повторится, помочь старику будет некому. Это была вся аптека на все окружные села. Представьте себе. А сейчас, если все закроют, я вообще не понимаю, что можно ждать от нашей влады. И вообще, чем они думают. Нам, старым людям уже, как говорят, третьего поколения, которое я доживаю. И чтобы не было аптеки тут, я вообще не понимаю. В соседнем селе Петрушки и вовсе нет аптеки. Хотя здесь проживают три тысячи человек. Даже семейным врачам порой сложно помочь пациентам. Ведь в амбулаториях хранятся только самые необходимые. Покупать препараты приходится в райцентре. Ближайшая аптека – это за 4 километра села Милах. И постоянно были моменты с леками. Оскільки у нас в амбулатории, ну, взагалі по закону государства Украины, в самей амбулатории повинны бути леки только для неоткладной допомоги. Вникает питание с логистикой, ну и взагалі с поставками препаратов до населення. Не завжди є можливість поїхати. Из-за небольшого товароборота аптеки в селах убыточные. Содержать аптечний пункт могут либо энтузиасты, либо крупные сети. Но вскоре они могут уйти из сел. Народные депутаты зарегистрировали законопроект, в котором предпринимателям предлагают работать по принципу «один фармацепт – одна аптека». Кроме того, собственник должен иметь образование не ниже магистра по специальности фармацея. Зрозуміло, що всі аптеки в сільській місцевості мають велику і сталу тенденцію до закриття з прийняттям такого закону. Якщо сьогодні буде один фармацевт або одна людина з вищою фармацевтичною освітою з кваліфікацією магістра мати право відкрити аптеку, то давайте собі задамо нетривіальне питання. Вона відкриє його в Житомирі, Чернігові, чи в якомусь селі, де живе 500 людей, чи 700 людей. Кроме того, нардеби предлагають, щоб в одному регіоні одна компания могла відкрити не більше 8 аптек. І вони повинні знаходиться на рахунку не мені 500 метрів друг від друга. Аптечні сети і вовсі хочуть запретити. Автори документа считають, що монополіст повищає ціни на лікарства. Відбувається така монополізація галузі, де створюються величезні аптечні мережі, які починають диктувати ті чи інші свої умови для і виробникам, і споживачам. Якщо обмежити кількість аптечних точок, аптечних пунктів, які знаходяться під контролем чи власності одного підприємця, одного фармацевта, то тоді збільшується конкуренція і збільшується можливість впливати на доступність. У фармацевтів інші доводи. Законопроект вигоден производителям, считають аптечні ассоціяції. Якщо сотні тисяч аптек закроють, конкуренція на ринці только снизиться, уверять фармацевти. Марина Григоря, Наталя Шумакова, Владимир Самченко, подробності телеканалу Інтер. Прем'єр-миністр Румынии заявила о попытках государственного перевороту в країні. Об'ятому говориться в її письме в адрес Єврокомісії. Напомню, Румынию охватили масштабные акції протеста. Люди требуют відставки правительства, обвиняя руководство країни в коррупції. Больше розкажет Алексей Пшумызкий. Румынський кризис. Прем'єр-миністр країни Виарико Денчеле обвиняє своїх сограждан в попытках государственного перевороту. В письме, адресованному офіціальному Брюсселю, румынський прем'єр заявляє о незаконних попытках свергнути власть, а також винит президента Румынии в потокательстве протестующим. Масштабные акції протеста по всей Румынии тянутся уже больше года. Люди требуют відставки правительства Денчеля, обвиняя кабінет министрів в коррупції. Річ йдет о скандальных поправках к антикоррупційним законам. В частности, правительство хоче отменить уголовну ответственность за случаи коррупції, которые нанесли бюджету менее чем 200 тисяч евро убытка. Последнюю неделю протесты усилились. На прошлых выходных сотни тысяч жителей вышли на улицы городов по всей стране. Многие из них кричали «Долой диктатуре!». В Бухаресте полиция применила слезоточивый газ и водомёты против участников акций, пытавшихся прорваться через ограждение к зданию правительства. В результате пострадали более 400 человек. Смягчение антикоррупционных законов в Румынии уже не раз критиковали в официальном Брюсселе. А руководству наиболее бедной и наиболее коррумпированной страны Евросоюза грозили самыми жёсткими санкциями. Однако до реальных шагов дела пока что так и не доходило. Что скажут в официальном Брюсселе теперь, после жёстких действий румынской полиции, пока что сказать сложно. В Еврокомиссии пообещали дать ответ и сказать своё слово в кратчайшие сроки. Алексей Пшемызский, Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Цветочный ковёр площадью 1800 квадратных метров расстелили на главной площади Брюсселя. Этой традиции уже почти 50 лет и она до сих пор привлекает в город тысячи туристов. Елена Абрамович всё рассматривала поближе. Полмиллиона бегоний, сотня волонтёров, работающих в две смены с пяти утра. И к полудню главная площадь Брюсселя застелена цветочным ковром. Создают такую красоту раз в два года. В этом дизайн по мексиканским народным мотивам. Самое популярное в эти дни место среди туристов – это балкон Брюссельской мэрии. Именно отсюда можно лучше всего рассмотреть орнамент цветочного ковра. Вход на балкон – 6 евро. И тут постоянно огромная очередь. Во время предыдущей экспозиции его посетили 18 тысяч человек. Вырученные деньги покрывают треть расхода на экспозицию. Ещё треть датируется из городского бюджета. Остальное дают спонсоры. Это проект, который требует немного ресурсов и даёт большой результат. Выходные в середине августа долгое время были периодом спада туризма в Брюсселе. Но с помощью цветочного ковра нам удалось изменить эту тенденцию. Посмотреть на своеобразную визитку бельгийской столицы приезжают отовсюду. Мы узнали, что это работа флориста из Мексики, откуда мы родом, и специально приехали сюда из Германии. Я увидела вчера по телевизору. Мы сели на поезд и приехали. Живём в 35 километрах отсюда. В этом году цветочный фестиваль был под угрозой срыва из-за самого жаркого лета за последнее столетие. Некоторые цветы не удалось вырастить, и их пришлось заменить. Традиция создания цветочных ковров уходит корнями христианства. Раньше такие дорожки существовали всего несколько часов, затем по ним шла процессия, и они исчезали. Поэтому, если сейчас их испортит погода, не беда. В последние дни в городе стало прохладнее, поэтому организаторы надеются, что цветочный ковёр сможет радовать жителей и гостей столицы Бельгии все четыре дня, как и было запланировано. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Цибулёва Стайл в Кировоградской области прошёл фестиваль Чутафеста. Он собрал почти 400 групп и полсотни поэтов. Как отдыхают на сельских просторах, видели наши корреспонденты. В небольшом селе Цибулёва для почитателей казацких традиций устроили Чутафест. Рядом со взрослыми соревнуются дети. Мы здесь на полюбились бытами. Все желающие могут посостязаться в стрельбе из лука и даже в метании картошки. А в перерывах всех угощают настоящим казацким кулешом. Ой, для гостей. А для тех, кто любит спокойные занятия, здесь устроили мастерские керамики. Добавляем, добавляем. Ого. Село Цибулёва для проведения казацкого фестиваля выбрали не случайно. Организаторы говорят, что легендарный казак Мамай был родом именно из этих мест. В фестивале в этом году приняли участие почти 400 народных коллективов и полсотни поэтов. Только за полдня его посетили более 2000 человек. У нас приехало 11 велосипедистов. Просто вырешили приединиться к этническому заходу, который на территории нашей области проходит. Посмотреть на ваших очках, что тут происходит. Взять участие в конкурсах. Ну и взагалі підтримати здоровий способ життя велорух в нашому місті. Вечером гостей Чута-фест ожидает рок-концерт. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Кировоградская область. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.